Новый терминал Анапского аэропорта. Несмотря на то, что высокий сезон уже позади, он практически не пустует. Отправляются и прибывают десятки рейсов. Основное направление – Москва, крупнейший в стране транспортный узел. Есть регулярное сообщение с Санкт-Петербургом, Новосибирском, а также странами ближнего зарубежья – Армении, Узбекистаном, Кыргызстаном. В ближайшее время здесь появятся добровольцы, которые будут рассказывать пассажирам о всероссийском конкурсе «Великие имена России». Уже сегодня на официальном сайте проекта можно предлагать имена исторических фигур, связанные с Анапой, и голосовать за них. Независимо от того, какое имя будет присвоено, но сам факт проведения этого мероприятия, этого конкурса, уже позволит нам прикоснуться к истории, открыть для себя что-то новое в истории города, истории края, и пополнить сначала свой багаж знаний, а потом передать это пассажирам, прилетающим, отдыхающим. В Анапу начали летать еще в середине 30-х годов, к 60-м. Пассажиропоток стал постоянным. Это городская станция скорой помощи, в то время аэровокзал, который можно узнать по характерной башне. Взлетная полоса в сторону Лысой горы. Чуть больше половины проходила, и самолеты взлетали. Ну, они маленькие, в принципе, были эти самолеты. Валерий Аганесян работает водителем более 40 лет, летал отсюда в Донецк за 5 советских рублей. В середине 70-х открылись новые воздушные ворота. А за 9 месяцев текущего года аэропорт обслужил порядка 1 миллиона 300 тысяч пассажиров, на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Имя, данное аэропорту, одна из визитных карточек, к выбору которой муниципальные власти и общественники относятся достаточно серьезно. Когда называют аэропорт имени Леонова, да, Кемерова, ну, знают, все знают, кто такой Леонид Титов. Все знают, далеко-далеко, наверное, по всем мире знают, правильно? Поэтому герои, которые у нас есть, они достойны. По итогам заседания Совета общественности, первый в списке герой Советского Союза, капитан Дмитрий Калинин. В 1943 году его разведгруппа высадилась в районе села Варваровка и была вынуждена вступить в многочасовой неравный бой с фашистами. Погибли все. Раненый в руку и ногу, командир подорвал себя гранатой вместе с тремя противниками. Враги похоронили его с воинскими почестями. Конечно, за Халинина, за человека военного, который действительно жизнь отдал за анапских людей, за анапскую землю, которые благодаря ему в данный момент себе отдыхают, живут. Также в Анапе популярны доктор Будзинский, признанный основатель местной курортной индустрии, монахиня Мария, погибшая в немецком концлагере. В любом случае, имя аэропорта – это ключ к богатой истории анапской земли. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.